Вот там прям холодильник и из него тесто берут для пирогов, там работница зашла. Вот здесь все такое, вы видите, очень простое, такое, можно сказать, кондовое. Вот, почтовый ящик, почтовый ящик, это туда можно написать, что думаешь, и туда бросить. Вот они говорят, скажи нам, какие твои впечатления. Вот у вас тут, если ты хочешь сам собирать ягодки в семнадцатом году, вот тогда возьми открыточку и нам сбрось, а мы тебя пригласим. Вот, там идет какой-то переговор. Мы имеем blackberry, lalaberry и apple. И только в Африку. Так, ну у них сейчас есть только три битра. Blackberry, потом в яблочник, а lalaberry, там много бэрис. А какой самый вкусный? Lalaberry. Да. Which one is the most popular one? What people buy most? The lalaberry. Yeah? The lalaberry. Okay, how big is it? Ну давай попробуем. Okay, if you wanna... Excuse me, we're gonna have it here, we can buy the piece, right? What is it? We can buy the piece, right? Yeah, piece slices. Ага. Ну может по слайсику взять просто и все. Да. Хорошо, возьмем по слайсику. Отлично. Тут, естественно, есть какие-то свои товары. Я, кстати, не знаю, вот эти внизу. Да, тоже продают 70 центов за фунт. Такие маленькие тыквочки. Даже не знаю, зачем они могут быть нужны, но... Вот. А вот у них фирменная. Видите, малинка тут. Я без очков, поэтому вам, может быть, даже лучше видно, что там написано на этикетках. Вот Raspberry я хорошо вижу. А тут написано Strawberry. Strawberry я тоже хорошо вижу. А тут Raspberry. Ну, в общем, вот какие-то такие товары. Мама родная. Знаете, какой шкафчик, ребята? Шкафчик сам по себе достоин съемки. Правда, знаете? Такая старинная вещь. Это постарше, чем Майдадыр. То есть умывальник Майдадыр. Это серьезная штука. Да, там духовка внизу. Смотрите, там она. Беревка и примота на ручек, чтобы не вывалился с градусником. Культурно. Да. Ну и, конечно, есть шматья. Тут вот, пожалуйста, такие маечки с надписью, что вот мы. Мол, был у нас на ранче. Как бы это свидетельство того, что ты здесь был. А тут же продается свежевыжатый яблочный сок. Значит, у них галлон за десять, девять сорок. Полгаллона за пятерку. Варта, пинта и полпинты. Видите, как такими привычными, как бы сказать, мерами. Да. Хорошо, вот они. Далеко не все размеры представлены, кстати, в яблочном порядке. Что же, друзья, сбылась мечта Светланы. Пирожок можно купить не так, чтобы его резать, а вот уже в таком исполнении. Ты тоже хотела, Светлана? Ну... Это яблочный. Яблочный, малиновый и какой-то еще. И клубничный. Я думаю, что это клубника. Ну, не суть. Давайте мы, может быть, начнем резать. Да. А у Светы еще вот тот сок. Вот тот сок. Да, вот просто здесь выжат и без добавления сахара. Да. Его выжали прямо здесь на ферме, и вот там ничего нет. Чисто яблочко. Что же, друзья, женскими нежными руками разбиты три кусочка на дольки. Каждому из нас досталось по дольке. У меня такое ощущение, что вот это яблочные, чисто внешние. Так. Это малиновый. Точно этот с хвостиком? Сок я попробовал. Это нечто. Это клубник. Но, но, они хоть и не докладывают туда сахар, но очень сладкий. Но очень, ну просто... Он натуральный очень. А? Натуральный. Натуральный, но просто сладкий. Действительно сладкий. Ну, яблоко сладкое. Да. Таташенька, а как? Еще не пробовала, но я знаю, что очень вкусно. Не первый раз. Не первый раз. Значит, мы с Наташей взяли чай, потому что слишком сладко будет. Разведка докладывает, что все это пиршество вышло в 13 долларов нам на всех. Значит, с тремя напитками там и с тремя, ну как назвать, пирожками. Пирожками. Из первых впечатлений, друзья, я этот малиновый съел. Видите, вот хвостик остался. Хвостик я не стал есть. Вот. Малина, причем она такая малина, как будто вот только что с грядки. Это не малина, как в джеме или там где-то в консервах каких-то. Это прямо натуральная ягода. И следующее, а почему не взяли вот тот пирог? Надо сказать, что он горячий. Во-первых, он горячий, во-вторых, из него бы вываливался все стороны горячие. Ну да, да. Это все-таки довольно-таки компактно. Эту форму лучше держит, да. Они прямо тут пекут их. Друзья, мы съели свои пирожки вкусные. Наташа, как пирожки ты считаешь? Вода. В общем, будете в Калифорнии, приезжайте в этот гиздич. Раньше. Раньше. Значит, Наташенька, у Наташи есть сын, который живет где? В Херсоне, в Украине. В Херсоне живет. И Наташа сказала сыну, что с нами вот сегодня увидится. А сын, видимо, смотрит наш канал. Каждый день. Каждый день. Значит, мы, вот мы стараемся, чтобы каждый день было что смотреть. Значит, я думаю, что сын бывал здесь у вас? Да, он жил здесь в Америке три года. О! Значит, может быть, он даже бывал вот в этой конкретной столовке. Жил. В этой столовке был? Нет. Ну, не важно. Короче, сын говорит маме, говорит, передай там Миша и Свете привет. Вот. И нам передали привет, а мы тогда передаем обратно. Привет. Привет сыну. Как зовут? Артем. Вот. Артему из Херсона. Светочка, давай. Чтобы у нас все сложилось. Да. Да. Артем из Херсона. Уже я слышала, что у вас документы все уже вот-вот. Вы соединяете с мамой, да? Да. Да, да, да. Чтобы все прошло, несмотря на всякие перипетии, которые у нас происходят в государстве, чтобы все сложилось. И чтобы вы ступили на эту землю и попробовали эти порошки. Да. А как приедете, мы можем снова сюда. Правда? Отметить. Вряд ли, знаете что, вряд ли там в Херсоне у него проблема яблочек покушать, но… А, это же такие яблочки. Ну, да. Но это все-таки так вот, как бы знаковое такое место. Все, тогда передаем привет молодому человеку. Привет.